Приветствую вас на своем канале, меня зовут Ирина, и сегодня речь пойдет о масках, о тканевых масках. Это лишь часть, небольшая часть, и еще тут, и еще тут. Они просто все у меня не помещаются в рукав, и поверьте, о тканевых масках я знаю много. Почему? Потому что впервые я попробовала такую тканевую маску на Wedge, и это реально любовь с первого взгляда. После этого я ее стала применять везде, перед важными мероприятиями, в поездках, даже в самолете, когда мы летели, большие часовые перелеты. Да, я накладывала маску, сверху одевала капюшончик, и пока все спали, отдыхали, мое лицо увлажняло, сработало. И знаю, что тканевые маски – это прежде всего азиатский, японский, корейский уход. Когда я была там, в Токио, я скупила очень-очень много масок. Эта часть моего чемодана занимали они, потому что мне реально хотелось посмотреть, попробовать, какие технологии, насколько увлажнение. И поверьте, о масках я знаю очень много, и об их эффекте. И большую часть, конечно, у меня были разочарования, потому что по сравнению с этой маской я не получила такого вау-эффекта, который получила от этой. Да, были хороши, классные, это увлажнение. Прежде всего, многие вот такие увлажняющие масочки, baby. Да, они недорогие, но да, хорошее увлажнение. Но чтобы такой вау-эффект, который я испытала, первый шок, у меня не было. Да, их использую сейчас под настроение, в зависимости от того, что мне хочется. Да, еще есть маски, которые я не попробовала. Ну вот так, да. Плюс я своим знакомым раздарила. Я понимаю, что все маски очень сильно отличаются. То есть, в основном, есть в зависимости от сегмента, они есть средне-бюджетные, бюджетные, увлажняющие, есть разглаживающие, есть подтягивающие, есть питательные маски. И в зависимости от с нового сегмента я поняла, что да, дорогие маски, от дорогих масок, которые я уже использовала, я получила вау-результат. А какие-то дешевенькие, средненькие, да, они, да, хорошее увлажнение, это тоже очень важно для нашей кожи. Ну вот такого вау-эффекта не было. И сейчас мы с вами поговорим о вот такой тканевой маске на Вэйдж. Я ее действительно очень ждала. Почему? Потому что эта маска уже нового поколения. Здесь ткань нового поколения идет. И что же я от нее получила? Сегодня я уже попробовала тканевую маску. Я очень-очень ее ждала. Посмотреть, какой она эффект даст. То есть, в принципе, я знаю, что вот это было хорошее. Мне 38 лет, то, как я выгляжу сейчас, это результат. Это результат ежедневного комплексного ухода за лицом. Я дура, не делаю уколы красоты. Я считаю, что при помощи правильного ухода, плюс массаж, фейс-фитнес, можно добиться очень хорошего эффекта. И оттянуть походы к косметологу, либо сделать поддерживающий эффект, если вы это делаете. Так как я уже перепробовала очень много масок, я ее ждала. Какой же будет эффект? И действительно я получу такой же эффект, как от дорогих масок. Но чтобы вы понимали, дорогая маска, это может быть от 2-3 тысяч рублей за одно применение. Когда вы действительно получаете вау-эффект, знаете, какую-то салонную процедуру. Перед тем, как вы нанесете маску, нужно обязательно сделать какой-то хороший пилинг. То есть это либо кислотный, либо обновляющий пилинг. У меня сейчас обновляющий кислотный пилинг для лица на Вэйдж. Он наносится где-то минут на 10, потом смывается. Это не маска, поэтому мы не наносим толстым слоем, просто распределяем по всей коже. Ну и зона декольте. Дальше у нас идет этап тоника, то есть мы убираем остатки очищающего средства. У нас сейчас заменили, сделали очищение и тоник 2 в 1 по функции. И после нанесения маски мы используем эссенцию. Эссенция у нас увеличит, и наша масочка будет работать лучше. И эссенция, она ляжет под маску, тем самым глубже пройдет непосредственно на кожу. Информацию об эссенции смотрите в инфобоксе. Невероятное средство. Мне нравится эссенцию наносить не при помощи ватных дисков, а непосредственно на лицо. Видите, такая густая достаточно. Если вы хотите еще увеличить эффект действия маски, вы наносите вашу любимую сыворотку. Многие сыворотки работают гораздо круче под маску. Они совершенно по-другому трансформируются, они глубже проникают в вашу кожу. Как выглядит масочка? И предыдущие версии маски, не знаю, убирают или нет пока. И по объему смотрим самое главное. Здесь 25 мл, здесь 15 мл. Разработано в Швеции. И важно, мы наносим маску на 15 минут. И здесь написано не смываем. Есть тканевые маски, которые смываются. Это нет. Кстати, я хотела показать, что у меня здесь на столе. Это букетики. И имбирный пряник в форме помады. Я стала лучшим официальным обозревателем года. Приятный подарок. Вот так вот лежит у меня на столе. Итак, давайте посмотрим, какая тканевая маска. Раскрываем ее. То есть любые тканевые маски мы сначала должны помять. И говорю, что два применения маски. Либо мы ее кладем в холодильник, либо мы маску можем оставить нейтральной, либо мы можем ее нагреть под горячей водой, тем самым сделать паровой эффект. И так наш упор раскроется, и масочка глубже пройдет. То есть здесь решать вам. То есть вы сделать можете как минимум уже три эффекта, три маски. Открываем. Обратим внимание на ткань. Это ткань нового поколения. Идет инновационный материал под названием Тенцел. Он последнего поколения, созданный при помощи нанотехнологий из волокон эвкалипта. Состоит из натуральных древесных волокон целлюлоза, которые могут поглощать до 10 раз больше их веса. Посмотрите, здесь нету никаких прорезей, в отличие от других масок. И она плотно прилегает. Нет никаких выемок. Быстрый эффект мгновенного восстановления кожи обеспечен комплексом экстракта стволовых клеток растений и технологии мастер-бустинг. Экстракт стволовых клеток растений Сенеголовника Приморского богат эфирными маслами, флавоноидами, фруктозой, полисахаридами, сахарозой. Этот комплекс облегчает быстрое восстановление клеточного дыхания, усиление обмена веществ, стимуляцию выработки структурных белков, коллагена и эластина, а также мощную антиоксидантную защиту. Комплекс мастер-бустинг быстро восстанавливает защитный водно-лепитный слой, возвращает к коже нормальный уровень увлажненности, PH, предотвращает появление признаков старения кожи, то есть это сухость, морщинки. Фишка этой тканевой маски, что вы можете свободно ходить, перемещаться по дому, делать свои дела, и она работает, она не падает и никак-то не смещается. Посмотрите, в отличие от корейских, от японских масок, она достаточно широкая, видите, с учетом того, что я сдвинула на брови, и у меня широченный лоб круто заходит. В японских, корейских масках они вот такие примерно для меня. Итак, через 15 минут, очень важно, ткань еще влажная, она вообще не высохла, и это важно, мы убираем, мы не держим больше, чем 15 минут, иначе мы получим обратный эффект, ткань, наоборот, будет вытягивать из нас влагу. Убираем. Холодное ощущение, никакого покалывания, пощипывания у меня не было. И здесь мы делаем массаж, то есть мы чувствуем, насколько много продукта у нас. Нашу масочку обратно помещаем, и там, поверьте, я посмотрела, ровно половину еще продукта есть. Что мы делаем? Мы вымазываем, убираем. Ни в коем случае мы не используем эту маску повторно, потому что у нас там уже начали размножаться микробы, бактерии. То есть это противопоказание такое есть. И мы эту маску увлажненную мы дальше используем, либо мы протираем вот так и декольте, либо мы потом оставляем вот так вот кольцом, и еще ждем какое-то время, чтобы продукт впитался. И здесь полностью декольте. Не забывайте потом в конце про ваши ручки, и вы почувствуете, можете даже на одну руку нанести, почувствуете разницу. То есть после того, как я нанесла на декольте, продукта еще очень-очень много я нанесла на зону шеи, потому что шея, в отличие от нашей кожи, имеет очень тонкую кожу, и она у нас нуждается в максимальном увлажнении. Ждем 10-15 минут, не больше, иначе ткань у нас наоборот будет убирать влагу из кожи, а не питать. Я прям чувствую, насколько кожа уплотнила, стала более плотной, толстой, увлажненной, такая, знаете, вот прям напитанная-напитанная. Мне нравится состояние эффекта, свой липкий эффект, но это практически все такие тканевые маски, и любую маску нам нужно закрепить дневным, либо это ночным кремом. Ну и, конечно же, мы можем сделать небольшой массаж. Подождем обязательно, чтобы крем впитался, чтобы он подействовал, чтобы защита закрепилась, и только после этого нанесем тональный крем, сделаем макияж и поговорим дальше. Итак, какой же я эффект получила? Я действительно получила классный эффект, моя кожа стала более упругой, она плотная, она насыщенная. Она, вот знаете, вот она крутая, мне безумно-безумно нравятся тканевые маски, поэтому я вам уже показывала, сколько я их скупила от этого эффекта. И эта маска на уровень лучший. Еще хочу сказать, что так как мы запечатали тканевую маску еще и кремом, и эта маска продолжает работать под кремом, и вы будете какое-то время, час, два, три, ощущать покалывание, что-то пощипывание. У вас не будет аллергической реакции, у вас не будет цепи. Но вот это ощущение, эту работу маски вы дальше будете продолжать ощущать. Час, два, может быть чуть-чуть вы будете чувствовать дискомфорт. Но смотрите, сейчас на мне полностью макияж, тональный крем, все. То есть сейчас я этого не чувствую, то есть у меня маска запечатана, и все эти компоненты запечатаны. То есть в течение дня они работают. Если вы на ночь делаете масочку, то то же самое, нанесли ночной крем, запечатали масочку, и вы будете еще дальше до утра, эта маска будет продолжать у вас работать. Для того, чтобы сэкономить, я вам предлагаю оформить скидку вип-клиента 20% Арифлейн. Переходите в комментариях, что дает вам скидка. То есть по факту 4 маски берете, 5-я вам идет в подарок. По боксе будет подробнее о компонентном составе тканевых масок NowAge от Арифлейн. Но также я хочу сейчас для вас снять отдельное видео 21 секретик применения тканевых масок. Я знаю, уверена, что вы найдете, узнаете намного больше, потому что тканевую маску вы можете как получить вау-эффект, ну так и средненький. Если вам интересно, пожалуйста, напишите в этих комментариях, потому что мне нужно еще подготовиться, посмотреть и рассказать вам максимально полезную информацию. Как я всегда говорю, что одной и той же серии может человек сделать либо преждевременное старение, либо вау-эффект. А одно и то же средство можно увеличить эффективность в 2-3 раза этой же маски, либо получить наоборот антиэффект. Например, одна из женщин мне написала, что, знаете, а мне маска NowAge, наверное, не зашла, потому что вместо положительного эффекта я получила сухость. И вот эти все проблемы, что это такое, я разберу в следующем видео. Если вам интересны ошибки в применении тканевых масок, как увеличить эффективность как минимум в 2-3 раза той же самой маски, напишите в комментариях, и я запишу вам отдельное видео. У меня уже есть идеи, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о моих новых видео. Если вы пробовали эту масочку, обязательно напишите в комментариях, как она вам. Будьте счастливы, будьте красивы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok